Итак, тема моего выступления, написанная у вас на экране, это экзамен для искусственной интеллекции по следам русскоязычного тест-кьюринга. Я думаю, что все, кто собрались здесь в зале, конечно, слышали слова тест-кьюринга и примерно представляют, что это такое. Пока в общем виде мы можем обставить определение, что это метод тестирования определенного класса интеллектуальных преподавательных программ, программ, которые способны вести диалог на естественном языке собеседников-человек. Собственно, оценка программы исходит из степени сходства полученного диалога с тем диалогом, который могли бы произвести два человека в тех же условиях, в том же месте и при таких же обстоятельствах диалога. В этом году был проведен в первой империи русскоязычный тест-кьюринга, то есть тест-кьюринга для русскоязычных систем. Тест проводился 2-3 июня этого года в рамках предприятия стартап-виллэч Сколково. Тест-кьюринга была организована в инновационных фондов Сколково и компания «Наносемантика». Проводился на технической площадке «Наносемантика», то есть «Наносемантика» предоставила среду для разработки интеллектуальных программ способности вести диалог. «Наносемантика» предоставила интерфейсное решение через всю технологическую платформу. «Наносемантика» приняла участие 69 команд, то есть изначально он был задуман как командный, но правилами распускалось участие команд в количестве одного человека. И немножко запитая вперед, я могу сказать, что все наши лидеры, три программные лидеры, они все были разработаны одним человеком. То есть это все три были командой, скажем так, гениальных одиночек. Команды, которых было от двух до максимума пяти человек, они лидеры не сумели пройти. Но прежде чем дальше рассказывать про тест Тьюринга, мне придется сделать небольшое лирическое отступление, собственно, про компанию. Потому что иначе непонятно, почему именно «наносематика» и как вообще так вышло, что «наносематика» без логоса сделана. Компания основана в 2005 году. Занимается разработкой автоматизированных диалоговых систем. В основе технологии компании и звуковой процессы, то есть обработка текстов на естественном языке. С текстом здесь ключевое слово. Если нам приходится работать с программами с голосовыми решениями, то мы привлекаем на основу. Но сейчас мы работаем с ягодством. С основанием печи ягод. Компания выпускает разнообразные продукты. Основной продукт – это виртуальный консультант, так называемый. Мы еще называем их «Итфы» или «Информационные сущности». Виртуальный консультант – это модуль, который чаще всего ставится на сайт заказчика, обладает интерфейсом определенным, который разработан в соответствии с дизайном сайта заказчика, и в этом интерфейсе возможно текстовое общение с программой. Программа решает разнообразные бизнес-задачи, которые нужны нашим заказчикам. Например, циркутирует по товарам или услугам. Оказывает техподдержку. То есть на сайтах «Вэнмания» или «ЁТЭК» наши диалоговые системы ведут себя аналогично операторам техподдержки. За тем исключением, что до оператора техподдержки не всегда можно позвонить. Особенно в случае, когда есть какие-то массовые проблемы со связью или еще какие-то договоры до код-центра практически нереально. Наши системы отвечают всегда, постоянно. Они будут поддерживать до 10 тысяч разговоров в систему. Это сразу медленный процесс. Поддерживаются, естественно. Хотя такой нагрузки у нас никогда не было. Они всегда отвечают, всегда знают, как вести диалог. В рамках техподдержки программа задает вопросы так же, как это сделает для человека. То есть она спрашивает, какое у вас оборудование. Если человек не понимает вопроса, то объясняет просто. Переверните ваш роутер и посмотрите, что у него написано в рейтинге. И напишите вот это вот в этой форме в рейтинге. А теперь включите его в сеть. У вас три лампочки на роутере. Правая зашласть. Каким цветом она горит? А остальные две лампочки. Вот так программа проходит. И в конце дает вертикс, что человек должен делать, чтобы решить проблему. Если программа не в состоянии прийти к какому-то заключению, она обращается на помощь человека. То есть она может переключить на оператора. И в том случае, если на оператора идет переключение из программы, то оператор соединяется быстрее. Если никогда не звонят. Может перевести в чат специалист по услугам предстоящего диалога. То есть уже с возложением всей проблемы. В том случае, если у нас ночное время и ни полцентра, ни чат недоступны. Она просит оставить контактные данные. И соответственно, утром человек связывается и решает его проблему. Или ему присылают решение по почте. Естественно, бизнес-задача не сводится к консультации и поддержке. Есть еще задача по движению рекламы. Этим компаниям тоже занимается. Мы участвовали в компаниях рекламных. Несле «Батончики Белкина» и порт рекламы автомобиля «Фуга» и некоторых других. Но рекламные компании, они, конечно, каковременные. То есть это такой проект, который существует несколько месяцев. Можно поговорить на сайте с живой машинкой, которая крутится, разговаривает и реагирует на допросы посетителей. Те же нужно сказать «Покажи багажник». Можно сворачивать эту картинку, показывать, какой у вас багажник, как у вас при себя. Эти проекты сейчас уже не доступны, но их можно посмотреть на сайте «Женадцать май». Наши системы установлены на сайтах других крупных заказчиков. БТП-24. Правда, лично поднимаются, у кого есть какие-то продукты БТП-24. На сайте «Московского периодического база» нам открыты в нем. «Диота», «Маня», «Летвойнесс» и многие другие заказчики. Всего у нас несколько десятков реализованных коммерческих проектов. Компания, да, основа нашей технологии – это вот как раз и информационная сущность, или диалоговая система. Кроме того, мы поддерживаем два сообщества разработчиков. Интеллектуальных программ в диалогах на русском языке «айяяй.ру» и на английском языке «им.ру». Компания, в принципе, работает в русле актуальных трендов. Аналитическое агентство «Гартнер» в конце прошлого года опубликовало инвестиционный прогноз топ-10 технологий на ближайший год. В эту десятку входят технологии «умных машин». И по тому определению, которое дает аналитическое агентство «Гартнер», виртуальные консультанты и виртуальные агенты разного рода входят в понятие «умные машины», то есть являются трендом на вот этот год. Одним из десяти технологических трендов. Тоже агентство предсказывает значительный рост технологий и увеличение количества виртуальных консультантов в разных приложениях, увеличение производительности в ближайшие пять-десять лет. Другое аналитическое агентство «Омных ресурсов» прогнозировало на этот год увеличение выручки от продаж виртуальных консультантов в три раза. Ну, вот год сейчас в середине, я, честно говоря, не видела ни промежуточных исследований, ни второй годы прогнозов. Естественно, это предсказание по каплимаре. То есть, Россия в эти прогнозы не входит, но, тем не менее, как видим, движутся с времен этого группы и с временом консультантов. За последние годы растет количество известных программ в этой области. Вот в том же июне, июнь, как видим, вообще, когда был за такой продуктивный визит для системы студенческого интеллекта, проходила международная конференция по машинному обучению во Франции. На этой конференции Google представил доклад, в котором он рассказывал в лице своего исполнительного директора Ларри Криджа про диалоговую систему «Омных Google» на основе своих статистических алгоритмов. Начинался доклад утверждения, что моделирование диалога – это ключевой фактор для понимания того, как вообще устроен интеллект, для понимания того, как думают люди или машины, неважно. Следующий тезис состоял в том, что диалоговые системы уже созданы в достаточном количестве и успешной работы. Но Google представил свою модель, которая обладает рядом новыми возможностями, раньше нигде не использовавшими и не употреблявшими. В частности, Google строит модель, способную прогнозировать. То есть модель Google прогнозирует развитие диалога в зависимости от того, что уже было в этом диалоге там. И следующую реплику машина выбирает на основе всей предыдущей данной диалоги. Исследовательский проект IBM и IBM Watson в некотором смысле тоже затрагивает проблемы общения на естественном языке. IBM Watson, как вы знаете, это компьютер, когнитивный или разумный компьютер, способный обрабатывать данные в формате естественного языка, в письменной или в перспективе благотовой. На прошлогодней конференции по обработке естественного языка, и искусственного интеллекту представитель IBM в России рассказал о том, что в лаборатории IBM в рамках проекта IBM Watson ведутся исследования, которые имеют отношение к диалогу не только в понимании естественной языковой информации, но и в выдаче пользователя обратной информации не только в виде таблиц, фактов интернета, а в виде именно фраз на удобном, понятном и естественном языке. В исследовательских инфраториях Мусачусетского технологического института уже ведутся, скажем так, исследования следующего шага. То есть там инженеры и компьютерщики работают над программами, которые способны выделять уже не смысловые, а максимальные составляющие, то есть, скажем, состояние собеседника, гнев или радость, или доброжелательность, или наоборот негативное отрицание, причем не по тексту, не по лексике, а по интонации. То есть тут работа над анализом интонации того, что говорил собеседник. И это, в смысле, обратная работа, обучение синтезаторов говорить с определенной интонацией, так чтобы человеку значение этой интонации было понятно. Это все современные тренды, это популярные направления, это направления, которые, конечно, будут развиваться очень быстро. Здесь у меня такая довольно общая, принципиально рассказала тема, как работает то, что делает нам тематика. У нас есть определенные модули кода. Это может быть сайт, может быть компьютерный набор клавиатуры, это может быть голосовой код. Есть диалоговый процессор, тоже полностью наша обработка, который обрабатывает этот входной текст, и дальше поступает с ним в соответствии с правилами, которые заложены в базе знаний. Базу знаний содержит набор правил для обработки текста, и кроме этих правил, потому что этих правил, конечно, недостаточно, содержит еще модуль управления диалогом. Это модель, по которой идет диалог в целом, и это своеобразные мини-модели, которые могут быть применены на каждом шаге диалога. Ну, допустим, у вас есть модель диалога техподдержки. Это очень простая модель. Программа должна пройти, получить ответы на свои вопросы, определить, была проблема, записать, найти ее решение. Но на каждом шаге проверяется, не может ли быть здесь применима какая-то другая модель, которая окажется более приоритетной, чем эти первые исходы. Многие наши заказчики работают, ну, с деньгами. Допустим, во главе. Это платежная система. И у них есть выделенные темы, про которые они хотят, чтобы они не решали золото. Несмотря на то, что робот может совершенно четко ответить на вопрос, почему мой платеж не прошел или почему мой личный кабинет заблокирован, наш заказчик считает, что это вопросы, которые должны находиться в компетенции людей. Поэтому, когда мы определяем, что здесь вопрос про безопасность, зарабатывается уже другая модель, и диалог переходит на нее. То есть робот может спросить, точно ли вы уверены, что вы хотите продолжать им сообщать свои персональные данные. Сейчас на этот вопрос никто не может ответить. На самом деле здесь есть много разных моделей, много способов решения проблемы. Например, если робота начинают ругать или обзывать, в принципе он может свернуть окно и воприть влечь. Такая модель в год тоже есть. Багу знаний также управляет сбором обратной связи, то есть сбором информации о пользователе, помещением ее хранилища, необходимостью обращаться к источникам внешних данных, например, к информации в сети интернет или к внешним багам данных, предоставленным заказчикам или выключенным со стороны заказчиков. То есть здесь много разных возможностей, все они управляются внутри данных и в базе знаний для конкретной системы. На самом деле база знаний у нас общая, то есть каждая система использует какой-то ее прогноз. В идеале все наши инфы, все наши роботы могли бы узнавать тех пользователей, которые к ним уже приходили. Это не проблема, но мы сейчас так не делаем, потому что у нас нет наших коммерческих органов. То есть тем самым это ответ, почему именно наносемантика, потому что наносемантика эксперт в этой области успешно делает и продает системы, которые их пользователи принимают за люди. И вторая причина, почему именно наносемантика, потому что коммерческие программы мы разрабатываем не все время существования компании. Собственно, первый коммерческий проект компании был выпущен в 2010 году, а компания существует в 2005 году. Что же она делала эти пять лет? Эти пять лет компания существовала, когда был достаточно типичный стандарт, стандарт, то есть работала с теоретической идеей пытаясь найти практическое применение. Мы пытались создать определенную социальную сеть, социальную сеть своего рода, создать колесу, создать инструменты для всех желающих сделать для себя диалоговую систему. Основная идея была в том, что это не должно быть сложно, что можно создать инструменты людям, которые не являются программистами, вообще не являются специалистами в области искусственного интеллекта, и они смогут создать творящую программу виртуальную систему по своей задаче. Мы рассчитывали на две задачи. Ставить на сайте своеобразного виртуального помощника виртуального двойника, например, в блоге, в ЖЖ, в контакте, где угодно, и на создание такого, может быть, своеобразного мирового разума, что участники стали в сети объединяться и делают программы, которые сразу желают об обществе. Ну, здесь, может быть, отдельная лекция о стартапах и о том, как в начале идея трансформируется в момент существования компании. Надо сказать, что мы рассчитывали на участие в социальной сети где-то от 30-35 лет, а реально к нам пришли люди в возрасте примерно 15-25 лет. Причем, чем-то 15 лет больше. И они не оказались незаинтересованы в создании всемирного разума, зато очень заинтересованы в создании таких небольших говорящих аватаров для своих знаний. И, в общем, их наделали в товарном количестве. За год эта социальная сеть, когда она вышла, набрала 350 тысяч студентов, при том, что она никогда в жизни не рекламировала. То есть, ни рубля на рекламу не было затрачено. Сейчас там около полумиллиона пользователей, соответственно, полтора миллиона вот таких вот таких вот пользователей просто не было. Ну и просто, чтобы вы имели представление, как это может выглядеть. Вот так выглядят, могут выглядеть наши интерфейсные модули наших программ на разных сайтах. Вот такая пёстренькая, это на сайте Внизу, без аватара, без визуализации персонажа, на сайте юта. И такой робот в пригалке, на сайте он ещё и пишет. Это ВТВ-24. Как они могут разговаривать? А, я покажу важную часть. У нас, конечно, сейчас уже его голосовая. То есть, программа многие общаются голосом. Поэтому не только на сайте, а вот так, например, можно увидеть устройство, внутри которого находится наш программный модуль. Это, как говорится, сфера, разрабатывается нашим партнёром компанией «Лекси». Предполагается как советник, помощник и, в общем-то, такой аналог домашнего питомца, которого можно поставить где угодно и поговорить с ним на любую практическую тему. Например, он в метр остаток 500 грамм. Ещё один пример. Вот этот мне очень нравится. Это фотография для ребенка. Самое тоже своеобразное воплощение искусственного интеллекта. Это робот Alan Tuders. В его создании принимали участие четыре компании наносимонтика Neurobotics. Работает здесь вот доклад. Это мимика, движение, губ, глаз, бровей и так далее. И, собственно, сама вот эта вот голова, сам этот бюл. А также компания «Лекси» и компания «Стелл». Компания «Лекси» и «Стелл» занимали, собственно, распознаванием речи и превращением в текстную информацию для того, чтобы дальше уже могла работать наносимонтика. Эта фотография ещё хороша тем, что она показывает как бы новый подход, новая эра в строении искусственного интеллекта. Когда говорят, что искусственный интеллект и его разработчик обычно представляют себе ну, профессора какого-то университета, типичного столика, на мачках и большой таблице. Здесь мы видим искусственный интеллект в виде Alan Turing'а и разработчик «Лу-Марков» на «Стелл» компания «Нао-Стелл». Собственно, вот эта девушка сделала «Стелл» и «Стелл». Разговаривала, но вполне успешно. Наиболее удачный у него был разговор с министром «Стелл». Надеюсь, что этот член будет. У меня в большого отделения подъедут и говорили все. Несколько примеров того, что эгансы с лифой могут говорить. Ну, я надеюсь, что видно, да, на экране. Мне не надо почистить. Как видите, здесь виртуальное собеседник, робот, он не просто отвечает на вопрос, но еще и способен пошутить, чем привозят полный восторг собеседников. Еще пример диалога. Здесь программа пытается предложить пользователю человеку скачать приложение и установить. Человек отказывается, но программа пытается убедить в том, что это приложение действительно ведет его пользу. Это все фрагменты из реальных логов. У нас сейчас суммарно около 15 тысяч разговоров от разных систем в день. Логи бывают меньше, но бывают намного больше. Я могла бы приводить логи больше, но тогда они плохо читаем на экране. И вот такой простой разговор с логов-системой, которая стояла на сайте Музея робот-системы. Вот этот разговор кажется простым по сравнению с другими двумя, но на самом деле это иллюзия. Для того, чтобы создать диалоговую систему, отвечающую про то, как установить приложение, требуется база знаний, ну скажем так, 7-8 тысяч атомарных диалогов. Для того, чтобы делать вот такие простые диалоги, но практически не любую тему, требуется 25 тысяч атомарных диалогов. То есть, на самом деле, несколько раз больше в таком вот, казалось бы, модели поддерживающей такой сложный очень простой диалог. Итак, возвращаемся к тесту Ютока. Когда мы выяснили, почему наносематика вот это все взлеталась, теперь возвращаемся к тесту Ютока. Идея теста Ютока была предложена в 1950 году в работе впечатлительной машины и интеллект. Работа сразу начинается с вопросом, может ли машина думать? Вопрос поставлен, вот так, прооприционно, я бы даже сказала, немножко о такой форме, в которой ясно, что вы подхватили средства массовой информации и будут обсуждать. С этого, кстати, вы можете сделать вывод, что аванс Юток был не только замечательным математиком, но и не только от философии искусственного интеллекта, но в общем-то и прекрасным ароматом. И если вы смотрели фильм и драморизацию с Венетистом Самбер Бэчел, главной роли, то, в общем-то, скорее всего, этот созданный образ никак не относится к реальному образу. Реальный Алан Тюринг был вполне социально адаптирован, мало того, очень общительный, вел активную публичную жизнь, участвовал в спортивных мероприятиях, занимался в реках техническом клубе и вообще человек очень социально активный. Итак, в своей работе Тюринг сразу поставил вопрос, может ли машина думать? У Тюринга появляется работа где-то с 36-го года. Собственно, когда впервые появилось упоминание о универсальной машине Тюринга или машине, которая способна вычислить все, что, в принципе, выдается в вычислении. Сейчас у нас такая машина адаптируется с компьютером. И вот с 36-го по 49-й год в разных работах Тюринг писал о том, что под вычислениями он понимает не столько арифметические действия, не только арифметические действия, не вычисления именно функций, а некое состояние машины, которое может быть сравнимо с состоянием ума человека, когда он происходит действие думания, когда он выслит. Т.е. Тюринг сразу делал аналогию между вычислением и процессом мышлениями. Эта тема «Могут ли машины думать и что из этого последует?» была очень популярна в научном сообществе сразу после войны. Во многом это объяснялось успехами английских математиков, скриптографов и шифровщиков при разгадке кода немецкой шифровальной машины инигмы. Сразу после войны слово инигмы не звучало, эта тема была засекречена на 50 лет, но на самом деле все знают, что у ученых были большие успехи, и что в этом успехе в расшифровке участвовали машины. Так что возникла тему «Могут ли машины думать, и могут ли они стать опасными, когда они научатся думать?» И Тюринг пытается предложить способ определить, умеет уже машина думать или нет. В своей работе дальше он совершенно справедливо пишет, что вот этот вопрос, который вы сейчас видите на экране, на самом деле не очень осмысленный, потому что никто не дал определения, что такое думать. И если мы вначале займемся определением того, что такое думать, то мы этот вопрос никогда не ответим. Мы не знаем, что значит думать. Но зато мы можем видеть некоторые результаты процесса думания, процесса мышления. И разговор – это один из таких результатов. Когда два человека разговаривают без драки, разговаривают, то, наверное, это происходит, потому что они могут думать. Следовательно, если машина сможет имитировать разговор человека, значит, это мыслищая машина, значит, это непрекладивая машина. Тюринг всегда писал именно об имитации, потому что у машины очень много возможностей, которых нет у человека. Она считает быстрее, она может обращаться к точке информации, которых у человека нет. В своей работе Тюринг пишет, что вообще-то предлагаемый тест не очень честный. Потому что, да, мы можем спорить о том, может ли машина претвориться человеком, но если мы проведем обратный тест и попросим человека претвориться машиной, то человек такой тест не пройдет никогда. Он просто не может в такой форме считать. Итак, предложенный Тюрингом тест предлагал в игровой форме проверить результат интеллектуальной деятельности. Это разговор как результат интеллектуальной деятельности. Участники такого теста анонимны. Способ проведения теста в этот диалог оценивается от людьми. Вот здесь фотография, которая имеет такое классическое название автобус Тюринга. Тюринг в портале много закупений в автобусе рядом с электропрогическим каналом. Итак, вот здесь схема классического теста Тюринга. Есть участник А – это компьютер, который претворяется человеком. Есть участник В – это человек, который претворяется человеком. Есть участник С – это судья, который должен по диалогу определить, с кем он сейчас и сдавается. И вот здесь приведен пример диалога. Прощаю ваше внимание, что это уже очень неплохой диалог. Это середина 90-х. То есть это логия теста Тюринга и середины 90-х. Тюринг за работе не выписал чёткие правила, как тест должен проводить. Он описал принципиальную возможность. И надо сказать, что, по сути, принципиальная возможность в него описана на конкретном примере, что есть мужчина и женщина, мужчина претворяется женщиной, а женщина остаётся самому и доказывает, что женщина именно она, то это в 50-е годы привод к появлению многочисленных пользователей в рассуждении на тему, что, собственно, должен доказать компьютер. Должен он доказать, что он мужчина, который способен претвориться женщиной, может ли это служить доказательством интеллекта вообще? Соответственно, после выхода работы, вообще, было множество критических замечаний. Понятно, что критиковать тест есть за что. Конечно, разговор о способности вести диалог – это не единственный признак интеллекта, и, возможно, на самом деле, ни ключевой, ни главный. Кроме того, такой тест всегда ограничен языком. И, на самом деле, не доказано, что если тест Тьюринга, допустим, пройден на английском языке, то это значит, что его можно пройти на китайском, или на русском, или на языке химии. То есть, вот это языковое перемещение достаточно сильное. Тем не менее, других вариантов никто не предложил. И в своей работе Тьюринг заканчивает свою работу тем, что он уверен, что через 50 лет 70% людей в качестве студии не смогут отличить, с кем они говорят, с машиной или с человеком. В итоге, в 1991 году, американский изобретатель Кьюринга сказал, «Смотрите, 50 лет уже почти прошли. Все студенты говорят о тесте Тьюринга и спорят о нем. Давайте наконец проверим, что из всего этого получилось». Итак, был основан фонд Лёбнера и, соответственно, тест на приз Лёбнера. Призовой фонд составляет 2000 рублей. Это соревнование проводится ежегодно. То есть, это тестирование 1991 года проводится ежегодно. Есть достаточно большое количество других тестов. Известно, например, те, которые проводятся в Университете Рейминга Великобритании. Здесь я выписала самые скандальные тесты. На самом деле, это самый первый приз Лёбнера в первых годах. И прошлогодние соревнования в Университете Рейминга. Скандальные, они, конечно, с точки зрения, преды. То есть, они создали такую волну публикации в СМИ о части адиоза. Что произошло на первом призе Лёбнера? Произошло следующее. Компьютерной программе, которую мы сейчас с вами назвали «Тупой год». То есть, я уверен, что здесь присутствующих, никто бы не ошибся. Практически 30% судей посчитали эту программу человеком. Как потом выяснилось, в основном потому, что её автор первым догадался ставить свою программу, генерацию напечаток, ошибок, а также сленговых письменных форм, как это делают люди. То есть, вместо слова «you» писать букву «you», где-то ошибаться, не ставить запятые и так далее. И это обмануло квалифицированных судьи экспертов, потому что ей никогда такого не приходило в голову, что вот так бывает, не решишься, не разговаривает человек. Потому что сам в себе диалог, в общем, очевидно, что это правда. И прошлый год, 2014, он интересен тем, что там университет рейдинга объявил, что тест-ьюринга брует по тем правилам, по которым проводился тест, одна из программ, программа «you» победила. То есть, она обманула судьбу. Здесь, конечно, всё дело в том числе и правилах. Есть много нюансов. Ну, давайте начнём с компьютера. Какие компьютеры могут быть, то есть программы, могут быть допущены к тесту? Должен ли быть какой-то предварительный отбор? Как по вашему. Можем любую программу, про которую я сказал, и говорить, услугу даю, она разговаривает. Я это допустим. А должны ли вы проверять с точки зрения этичности? Может быть, она ругается матом? Может быть, она совершенно не толерантна? А это какие-то другие программы, например? Ну, люди бывают неправятные или масса. Возможно, они должны ограничивать какую-то тематику. Вот интересно, что за много лет существовали тригглёрнеры, правила менялись. И как раз на первом соревновании были заданы определённые темы. То есть программа должна была говорить вообще, но ещё было список из определённых тем. Одна из тем была творчество Шекспира. Интересная тема для разговора. Правда, у нас есть возможность говорить про творчество Шекспира. Правда? Кто-то так. Справа кровать в школе. Один может. А теперь небольшой сюрприз для этого одного. На этом же конкурсе один из волонтёров, то есть из тех людей, кто притворялся людьми, был некоторыми судьями обозначен как компьютер. Его принято с компьютером. Это оказалось девушку, которая была специалистом в творчестве Шекспира. Судью посчитали, что она слишком много знает, и для этого компьютера. Следующий вопрос. Кто может быть в роли людей на этом конкурсе? Какие-то явные волонтёры? Это просто любые люди, которых мы пригласили. Это какие-то специально отобранные люди с определёнными качествами. Это люди, которые хорошо говорят на таком мистике, или, может быть, это иммигранты, которые не до конца его освоили. Кто это? Какой у них должен быть уровень образования? IP? Пищево-чего? Пол? Раз? Имеет это значение или нет? Все устроители конкурсов решают эти вопросы по-разному. Сколько у нас тестов Тьюринга мы в качестве студии использовали посетителей мероприятия Startup Village. Мероприятие предназначено для стартапов и инвесторов. Соответственно, вот контингент. Ну и студент из полкета. Как вы видели? Как вы видите? И там мастер вопроса. Сколько нужно времени, чтобы студия принял решение? Фиксированно и пусть говорит, пока не надоело. Как, в конце концов, отбирать суд? Значит, как отбирать студии и как они будут отбирать робот? Узнавать робот. Итак, большинство студий, когда их спрашивают, как вообще они собирают эту судить, говорят, что робота легко не знает, потому что он слишком много знает, говорит правильно, он врет, все знает, всегда отвечает, повторяет, не понимает шуток, не умеет шуток. Вы согласны? Вы бы так стали пытаться узнавать роботу? Нет. Нет. Фишков подстраивает человека. Его можно подловить, сказать, что сформулировать на ту же тему, например, и спросить то, что раньше. Кто расслабил вам вопрос? Нет. На тот же самый вопрос, он еще раз ответил, что я не ответил. Ну, как и тот же самый вопрос, на территории РУГЕ. Здравствуйте. Все понятно. А вообще, в КУГЕ. Сколько вы использовали больше людей, которые пришли на выставку? Это определенный фейкер, но в общем-то это с Володой. Было порядка 150 рублей. В РУГЕРУ участвуют только эксперты. То есть берутся люди, которые занимаются развитием интеллекта, которые, хотя бы, работают в сфере искусственной технологии, но их от 4 до 10 человек развивают. Нас было 150. Сколько должно быть? Ну, и вот, для того, что такое небольшое искусство, какие системы можно считать, что прошли тест-тюринги? Официально прошла тест-тюринга только система, которая последней написана в подчеркнутой, это Teenager. Самая первая система психотерапевта Лиза, в общем-то, никогда не пестировала. Но она произвела такой фурор, и столько людей высказывали, что они считают, что говорят о состоящихся психотерапевтом, что можно считать, что она отчаянно тест прошла. Система была создана в жанре такой ланджерианского направления психотерапии, это когда ведутся разговоры, психотерапевт улавливают ключевые слова. 17-го года, это 6 апреля, была система, которая имитировала человека с параметриальным расстройством в психике. Он тестировался на 33-х психиатрах, более половины из которых посчитали его реальным пациентом, а не большим. И, ну, у приза Лёвнера каждый год есть победитель, лидер, который набрал больше всего бахов, хотя нет абсолютного победителя. Там, чтобы пройти тест кьюринга и получить приз Лёвнера, нужно, чтобы 100% студий, все студии посчитали системой человека. Такого еще ни разу не было. Я привела пример робота-л-кота здесь, потому что это очень интересный код, он вообще сдемаскировался. И кто из людей догадался его напрямую спросить, кто робот, получил ответ «Да, я робот». Ну, мало кто спросил. А теперь, ну, вообще-то список. Вам не кажется в нем что-то странное или что-то общее? Ну, у них в всех есть какие-то ограничения на личность какую-то. Чикотерапевт, теневер, шизофреник, робот. Совершенно верно. Они все, во-первых, обладают очень ярко выраженной, очень специфической личностью, а во-вторых, это личность, с которой люди редко сталкиваются во временном диалоге. Конечно, у всех есть свои дети, но их несколько штук. А как мастера разговаривают дети, в общем-то, знают обычно только специалисты. Включите Ляк, например. Кто занимает детей? Ну, вот вы разговариваете с психотерапевтем, он не отвечает на ваши вопросы, а задает свой. Да кто его знает, может, так надо? Он же психотерапевт. Про шизофреника я вообще убиваю. Шизофреник может просто говорить, что он. Робот Элбот. Он, на самом деле, в разговоре не скрывает, что он робот, а, возможно, люди посчитали, что это человек, который позволяет его. Ну, и тенейджер, да, он не слишком воспитан, он местами грубит, хамит, а в случае чего говорит. Чего ты так говоришь, потому что я маленький, да? Что обычно взрослых людей ввергает в ступор, в представление о том, что, наверное, они как-то несправедливы к подросткам и так далее, и они становятся более лояльны. Например, у многого теста видно, что один из студий спрашивал программу про домашних петонцев, а когда они отвечают? У меня есть кошка, у меня есть собака. Вот следующий вопрос был, да? И ты умеешь готовить ее на лавках? И вот программа, имитирующая тинейджера, единственная, кому я этот вопрос не знаю. Потому что мало ли, а вдруг это действительно мальчик, 13 лет, а он ему скажет про кошку, которую вы готовите в лавках. То есть, судьи, так или иначе, подстраиваются по то, что я говорю в программе. Здесь опять несколько примеров диалогов. Это диалог с роботом Элбом. Я хочу сказать, что, опять-таки, не каждые два человека произведут такой, в общем-то, содержательный, интересный, юморный диалог. Судья при этом очень строг. Это типичный робот. Судья, кстати, использует сравненную аббревиатуру. Ки-Дабл-Ю, это Ки-Вен Уорин. Это один из специалистов в области искусственного интеллекта. Это адрес автор идеи, что роботы, в конце концов, захватят. Вот еще один пример. Здесь, как раз вот, с победителем прошлого теста, идем человеком. Здесь ведь явно-то точно задают вопрос, сколько много. Сортоножки, верблюда, еще кого-то. А программа пытается вернуть от ребенка вопроса, что, на самом деле, совершенно правильно. Но потом, если вот ребенка привезла, и начать поспрашивать того, сколько много. В общем, не будет очень дорого. Я старательно объясняю, что я спрашиваю, потому что я хочу понять, роботы или нет. Диалог, как видим, вполне успешный. Последняя фраза – это не ошибка фирмера, эта программа так шуткая, потому что ей надоело. Итак, есть Исколково. В качестве волонтеров, в качестве людей выступали студенты Российского Страшного коммунистарного университета. В качестве студии выступали посетители выставки. И вот здесь 8 команд – это название команд, которые были в финале 69-х. Там был конкурсный отбор. То есть была экспертная комиссия, и я в том числе ее подела, которая отбирала программы, допущенные после нас. Вот эти 8 программ были допущены в финале. И в ней в конкурсе участвовали программы, представленные компанией «Лекси». И программа с словными названиями в лотинке «Конкник» – это разработка на математике. Естественно, мы не собирались участвовать в конкурсе в качестве участников, потому что мы знаем, что нужно управить. В нашей программе проходит неоднократно. У нас основная рекомендация заказчику – это добавить, мы сразу будем писать, что человек разговаривает с ботом, потому что иначе он этого не понимает. Когда потом ему все-таки программа об этом говорит, то психологически человек неприятно. Он думает, что его обманутило. Но для бизнеса это плохо. И, естественно, эти программы были вне конкурсами. То есть с ними студии общались, мы посчитали койлы, но дальше они не участвовали. Здесь интерфейс выглядел как вот такой трамп, который приглашался к участку степи тьюринга. И, как видите, мы просили разговаривать так, как вы разговариваете с незнакомым вам человеком. Это подразумевает вежливо, без фамильярности, без масса, без пропасти, российских наезд и так далее. Судейский интерфейс, в нем была строка года, и, соответственно, были видны ответы собеседникам. Судья разговаривала с двумя собеседниками по очереди. Очередно, это перед случайным образом. То есть могла быть машина, могла быть человек. Кстати, из 1001 вопросов всегда должна быть пара именно машин и человек. В прошлогоднем конкурсе рейтинг, в университете рейтинга Судья разговаривали с парами, среди которых были машина-машина и человек-человек. То есть там вообще бы случайным образом суммируют рейтинг. У нас, то есть случайным образом был человек и робот. И мы не задавали никакую тему, но мы для собеседника-волонтера нашего брали первую фразу такую же, как то, что сказал или скажет робот. То есть оба разговора начинали с одной и с той же фразы. И в конце предлагали студиям оценить, кто из собеседников робота, кто человек. И роботу по фестивальной шкале поставить оценки, насколько он близок к человеческому общению. Вот эти баллы суммировались. И в этой сумме был определен победитель. Мы считали, что победит та программа, которая пройдет по роботу 50%. Если 50% судей не посчитают программу человеком, то она прошла тест-юринг. Ну вот еще пример волонтерства. Волонтер не видит разговор с машиной, но он видит, что он идет. Потом он начинает свой разговор. И примеры диалогов. Вот такие забыли простые диалоги. Это диалог система, которая победила. Она набрала 47%. То есть 47% судей не считали, и трех, сколько с ней говорят. Не считали, если слабо. Вот еще один пример. В предыдущем примере возвращаюсь. Видите, собеседник повторяет вопрос системы. Она спрашивает, зачем она это сделает. То есть это узнается, распознается даже с помощью довольно простых инструментов, которые мы предоставили в разработке. Вот второй пример. Вот наш счастливый победитель из Питера. То есть его госу приняли для человека 47% судей. Его база магии содержит чуть больше тысячи правил. Этого достаточно, чтобы помыть посетителей мероприятия в таком случае. Итак, что в итоге измерил тест-юринг? Можем бы сказать, что он измерил уровень диета машины. Ну, как по вашим? Я получил телец, который машина не проводится. Безусловно. Ну, мне в том смысле, это ее интеллект. Но некоторой неожиданностью в современном мире казалось то, что интеллект у машины может быть, скажем, на уровне 13-летнего мальчика. То есть она притворяется 13-летним мальчиком. Или скажем, вот, в нашем случае Соня Бухева гос-победитель, это 14-летняя девочка. То есть, на самом деле, победитель использовала схему, что была в прошлом году для испытаний. Конечно, судьи не ожидают, что... Не ожидают, что в ответ к вопросу, а ты кто? Они говорят, а я Соня, я в школе учусь. Сейчас спрашивают, а что ты тут вообще делаешь? Она спокойно отвечает, а я с бабушкой пришла. Бабушке все это интересно, она смотрит, а я тут учусь. Они же не знают, откуда мы набрали волонтеров. Ну, Соня пришла с бабушкой. Вот. Вот еще очень хороший вопрос. В 91-м году специалисты по искусственному интеллекту довольно резко высказывались так. Машины проходят этот тест не потому, что они умные, а потому что судьи тупые. Нет, они не тупые. Да. Судьи, конечно, судьи не тупые. Судьи все оценивают правильно. Просто на самом деле они оценивают, сравнивают свои ожидания от того, как должен говорить робот, с тем, что видят. То есть тест юринга на самом деле прекрасно показывает готовность социума к тому, увидеть то, что реально достигло развития искусственного интеллекта. Готовность социума восприять программы, которые могут разговаривать как любые. Нужен ли тест юринга в современных условиях? Конечно, нужно. Это интересная исследовательская задача. Это задача, на которой работают такие компании, как Google, IBM, новочисленные другие коллективы. То есть эта задача востребованная, полезная и потренироваться в ней просто хорошо. Это стимул для развития новых технологий. Каждый новый год приносит какие-то новые решения, потому что судьи тоже учатся. Они уже больше опечатки не считают признаков человека. Значит, нужно как-то по-другому. Это стимул для дальнейшего развития диалога. Кроме того, тест юринга повышает готовность общества воспринять все эти системы. Воспринять новые достижения робототехники. Ну вот, предыдущий доклад у нас про роботов в телеприсутствии. Очень часто идея, действительно, просто она человеку не близка. Вот у него лампочка есть, машина есть, телевизор есть, а я тут не принимаюсь. Потому что у него такого не было. Нет вопроса. Это такая популяризаторская деятельность, она, конечно, очень полезна. И позволяет усиливать рост интересных бизнесов подобных частей. Ну, собственно, я приглашаю вас всех участвовать в таких тестах, что в отечественных, что в зарубежных. Это действительно очень полезно для молодых специалистов, которые хотят развиваться именно в этом мире. Знаете, все. Большое спасибо. А давайте сделаем тест анти-тюлинг. Это человек, прикидывающийся роботами. Это, кстати, был такой вариант. У нас сразу была идея разрешить волонтерам говорить, что они на самом деле роботы. Но вы поняли, что если провести такой тест с видом среди специалистов, например, вас пригласить, то вы, наверное, разберетесь. А вот если просто посетители выставки, пусть даже и в сфере IT-технологии, если он несет крышу, они запутают на контексте. Но идея хорошая. Можно. Пусть будет приглашать. Готов к учебу. Да, на самом деле, отечественную штуку. Это, знаете, бьет, мы в таком фототехе, что кто-то нашел тело, что он начал отодеваться на силу. Люди думают, что он мог. Какое-то, какое-то, к сожалению. К сожалению, это тело не было. Но у меня вам вопрос какой-то. Вы раз сказали отдельный обзор в детском сфере, для его столичного работа со всех агентами, которые хотели его замечать. Но мы как-то обошли в обзор петь, в том числе... ... 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 Следующие тесты Дюринга и последующие тесты на приз-люнера постепенно продемонстрировали программы, которые уже никто не назовет ту книгу. Они разговаривают, они успешно общают. Технологии можно читать и видеть, как программа делает логические выводы, как она отслеживает то, что ей сказали до того, как она возвращает собеседников к теле разговору предыдущей и говорит, что мы говорили про машины, почему-то мне сейчас говорили про комната какая-то из потолоки. То есть она ведет себя так же, как собеседник идеологии и уже это можно показывать потенциальным бизнесом за качественным инвектором как достижение. То есть уже в нашем веке Дюринга несет с точки зрения бизнес-развития положительную такую функцию. Ну, собственно, я это вижу даже в некотором смысле на своей деятельности. Первую такую диалоговую программу, говорящую, мы знакомым программистом написали в 98-м году. Я тогда, естественно, не работала в компании «Нанцематика», где ее не было. Мы написали, мы пытались ее продать. И ее, в общем, ей никто особо не писал, потому что никто не понимал, зачем она нужна, и потому что она говорила действительно так, чтобы было сразу понятно, что это программа. Да ладно, нам проще научить наших пользователей в паре команды. Нужно обратиться в базе данных. А потом уже, когда мы немножко продвинулись в этом направлении, когда уже будем работать на своей технологии, конечно, уже совсем другое отношение. Вот с этим Дюрином то же самое. Те логи, которые программы задают сейчас, которые можно читать, они приводят впечатление в том, что я не буду. Да. То есть у меня вопрос еще последний. Есть ли, если мы хотим сказать, что это упражнение в истории, это именно для развития инфорта качества бизнеса, потому что, например, вот этот эксперт, да, 50 процентов, где она нешит. Если мы уже не экспертов, а после этой недели, наверное, всего больше. Да. А почему это гораздо больше? Соцентный вопрос может быть? Или нет? Он не знает, что он продолжается в тот год. И в этом все это не принесет. Я знаю, что мы все это просто экспертные. Знаете, это так движетая все-таки в некоторых условиях действительно игра. То есть такое игровое воплощение, которое позволяет привлечь внимание и создать определенный резонанс. Цель программы для логовой удачи не состоит в том, чтобы обмануть человека. Она состоит в том, чтобы человеку помочь. Сделать то, что сейчас и нужно, ответить на вопросы. То есть реальные коммерческие воплощения диалоговых систем, они людей не обманывают и людьми не притворяются. Но это примерно как вот в центре самолётостроения. Есть компания Boeing, она строит бёрги, которые не изображают себя птиц. Ни крылышками, ни машут, бёршками не раскрашены, им это не надо. Но это не мешает команде того же Boeing, устраивать участвовать в каких-нибудь соревнованиях планирующих аппаратов, которые уже раскрашены по-всяку, в том числе и по птицам. То есть это множество разных людей. Коммерческая и специальная. Какой молодец тебе. А я вот хотел вас спросить про систему диалога. Ну, грубо говоря, робот, который опрашивает, например, есть какая-нибудь группа ВКонтакте или Фейсбуке, 30 тысяч человек. Здесь надо понять, что за люди у тебя в группе, то есть что у них за интересы, так скажем, зачем они в этой группе состоят. И потом, собственно, автоматически выявить из них трех клиентов для каких-нибудь, собственно, заказчиков. Грубо говоря, вот эти роботы. Ваша компания этим занимается. И вообще, вот обзор индустрии. Ну, можете в двух словах. Потому что это полностью связано. В основном, мы правильными клиентами. То есть под заказ мы делаем что угодно, в том числе и система для опросов. Конечно, наша программа, диалогская система могут звонить опросы, собирать обратную связь и отсылать ее. Мы, в основном, отсылаем по почте на адрес, который там указал заказчик. А просто для ВКонтакте мы бы делали с удовольствием, но не можем. Потому что ВКонтакте не пускают себе сторонние программы. А партнерских отношений уже с ними нет. А у них внутренняя есть такая тема? Честно говоря, я уже давно не переставалась. А что запрещают это делать от имени персонажей, специально созданных? Просто сейчас очень сложно поставить, например, нашего инфа, даже созданного в нашей столице, на ВКонтакте. По-моему, туда как-то не встаем. В смысле, я могу от себя, например, я бы запустил какую-нибудь программу вашу, например, которая от моего имени опросит 30 тысяч людей, задаст им вопросы. В зависимости от того, что они отвечают, в диалоговом режиме, чтобы они не думали, что... Вы есть, обращайтесь, напишите, вам ответят наши работники на среднем возможности API предоставления или делать для вас то, что вам нужно. Или вы сами делаете с нашими такими возможностями. Пишите. Вот насчет предоставления этих возможностей, как раз я хотел... И насчет этих ботов, которые у вас там есть, то есть они там, друг говоря, как этим используются? Ну вот вы там пару сайтов назвали? Ну, там указано было в первом слайде некоторое количество наших клиентов. Основной у нас продукт – это виртуальный консультант. Он стоит на сайте. Отвечает примерно на 70-80% в частных вопросах. Вот, скажем, на сайте на послу кредитного банка. Приходит человек, говорит, я пенсионер. Какой максимальный кредит я могу получить? Система дает ответы. Ответы, конечно, ответы утверждены в общем банке. То, что она отвечает. Или, помоги, какой вклад мне лучше выбрать? Тема может спросить. Вы можете положить деньги на дом, или они, по-моему, не понадобятся, вы можете снимать. У вас затошена большая сумма или вклад в рублях, долларов, счетковую валюту. То есть она именно для лога, на «ты» для лога дает какой-то совет. Я не могу войти в личный кабинет. Увеличает, что нужно делать. Это я представляю, как эти штуки работают. Меня, честно говоря, большинство инфекции раздражает. Полезный ответ дают очень редко. Поэтому я предпочитаю сразу выходить на живого человека, свою поддержку. У вас людей есть. Хотя здесь, на самом деле, интересно. Мы, когда начинали работать с этими системами, мы, в общем-то, тоже шли под влиянием таких стереотипов, что искусственный интеллект – это который знает все. И мы старались загнать туда максимум информации, и включить пенипиды, чтобы отвечать вообще на все вопросы. Сейчас мы просто отрезаем так называемых инвестировщиков, людей, которые приходят и спрашивают там, а сколько у жирапа по звонков в шее? Или даже, а кто в вашем банке директор? То есть 80% вопросов, которые задает колл-центр, они довольно простые. Ну, это понятная идея. Там просто фишка в том, что обычный работник работает с системой, ну, то есть у тебя уже, так сказать, злого человека, в половине случаев он не знает ответ на сложный вопрос. А я перед тем, как звонить в службу поддержке, обычно все-таки пытаюсь, так скажем, другими методами найти ответ, и звоню, когда я найти его не могу. У меня-то вопрос был немножко на другую тему, то есть в тех же соцсетях опрашивать вручную 10 тысяч человек это почти невозможно. А с другой стороны, вопросы как бы стандартные. Поэтому вроде бы это легко пишется, а вот... Опросы для соцсетей мы не делали. Мы делали опросы для наших заказчиков, для их там перегистрированных клиентов, скажем, в рамках личного кабинета. В личном кабинете человек заходит, ему клиент задает какие-то вопросы, выбирает ответы. Ну, это была такая... Проектный состав, это тоже правильно. Ну, понятно. Эндит, а можно произвести какой-то раз набрать студии, экспертов, которые будут пытаться выявить код, но не поставить ни одного кода, а, например, 100 человек? Сколько из них они посчитали код в реалии? Хороший вариант. Я думаю, там будет процентов, конечно, 5 не меньше. Реалия. На самом деле, вот даже в нашем тесте, среди наших волонтеров, одну девушку любиллявно называли Папинутом. Мы пришли к выводу, что это потому, что она печальна. Потому что она не думает, что парень... У нее ответственность по ассоциациям. Она не ведет диалог, она запомнила слово и отвечает. У судей всего она вообще так не говорит. Папинутом. Да, это тюрлинга и тюрлинга. Как только большого количества судей в паре человек-машина посчитали компьютеры. В университете рейтинга на тесте тоже тюрлинга был интересный эпизод двух судей регулярно считали компьютерами в паре. При ближайшем рассмотрении оказалось, что да, это люди, которые прошли аскетный отбор, что они могут быть судьями. Это судья от того же университета технологических направлений. Но это иммигранты. То есть это китайцы, которых английский таки не родной. И они так на нем сговорили письменно, что судьи посчитали и про он. Конечно, будут расширены. Вообще-то интересный, интересный тюремян. Тюремян вообще эти глаза создал немножко, наверное, не такую схему, а тесты. Его, конечно, нет в детали, но эта работа небольшая. Там идея такая, что нужно провести достаточное количество тестов среди людей, то есть когда есть человек, мужчина, протворяющийся женщиной, и женщина, протворяющийся женщиной, провести таких тестов некое достаточное количество, а потом заменить одного из участников компьютера и провести такое же количество тестов и сравнить процент ошибки. Где он сберет больше или меньше. Это вообще-то совсем другой. Но... Конечно. Спасибо. Коллеги, давайте продолжим вопросы в ходе нашего ответственного перерыва. Сейчас у нас перерыв на 45 минут. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зна nudя dir日 от «Matthew» Режда트 Режда У Crocod Режда